Всем привет! Буквально сегодня ночью, можно сказать, состоялось такое у меня достаточно важное для меня событие. Я впервые в жизни обыграл Сергея Юрьевича Шипова. Несмотря на то, что первую партию мы сыграли еще в 1991 году, вживую больше не встречались. В интернете играли много партий, но лучшими результатами для меня были ничьи. И первую победу я просто не мог не прокомментировать. Тем более, что Сергей Юрьевич сказал, что ему самому было бы интересно понять, что там творилось. А творилось там следующее. В дебюте под названием «Волжский гамбит» Сергей Юрьевич разыграл один из наиболее острых вариантов. Без хода Д6. И я, как обычно, все перепутал. Очень интересной линией здесь является ход Е5. И на конь Е8. Один раз я уже проверил ход Х4 с очень интересной игрой. Белые жертвуют много материала, но пытаются добраться до короля. Но, на мой взгляд, еще сильнее ход КНФ3. Только на Д6, аж 4. С неожиданной, совершенно нехарактерной игрой для Волжского гамбита. Я сделал шаблонный ход КНФ3. Это позиция после хода ФРСа5. Уже встречалась в моей практике. И на моем канале есть уже ролик с этой позиции, которую я играл черными. И выиграл ходов примерно в 25-30. Нормальными ходами здесь являются КНД2. Объективно сильнейший ход. Защитили пешку Е4. Ведем КНФ4. Вполне нормальным ходом является СНД2. Я сыграл слабо. Е5. Но я же хотел дать мат. Х4, Х5. После КНЕ4, смотрю, позиция не нравится. Потому что если пойти, допустим, ферзь А4, то компенсация здесь за пешку у черных богатейшая. Гурый белок разобщены. Пешки А2 и Д5 и Б2 будут объектом атаки. Проходную использовать однозначно не получится. Не прельщал и ход СНД2. После КНД2, ферзь бьет Д2, Д6. Черные сейчас закончат развитие. Слона Ж7 нам менять не на что. Чернопольного слона у нас не стало. Мат не поставить. Значит, черные заберут на А6. И будут иметь за пешку великолепную вовскую компенсацию. К тому же у них преимущество двух слонов еще образовалось. И пешка Д5 слабенькая. И я решил пойти А4. Объективная оценка. Ход сомнительный. И более того, плохой. То есть и Е5, и А4 мне ходы не нравятся. Уж лучше было пойти слон Д2, конечно. Ну, лучше это в плане... Ход более серьезный. А вот в плане... Соорудить на доске какую-то заваруху. Ход А4 более чем подходит. Самым простым решением для Сергея Юрьевича здесь было просто взять на С3. Взять на А6. И начать открывать слон АЖ7. Слон С1 остался в игре. Но на А6 он попадет не скоро. Белым надо заезжать пешку С3. Пока что у них под боем. Центральная пешка. В общем, железный дровосек предлагает в этой позиции играть А4. Ладья А3. Но, сами понимаете, игрой на победу это не выглядит. Ну, так, интересная игра все равно была бы. Но, конечно, шансы черных выше. После слон бьет А6. Ход слон Д2. По-прежнему оставлял белым шансы на получение более-менее интересной игры. Сейчас где-нибудь ладью на А7 закинем. За пешку определенная компенсация есть. По крайней мере, здесь мы можем главного защитника позиции черных слон АЖ7 при случае прихлопнуть ладьей. И снова шансы черных объективно выше. Но в блиц белыми играть попроще, наверное, все-таки. Я сыграл АЖ5. И черные здесь, наверное, просто побеждали путем конь бьет С3. БЦ слон бьет Е5. Теперь, если конь бьет Е5, то количество пешек, которые теряют белые, подсчитать не так-то просто. И на Д5, и на А2 все это свалится. Сомнений вообще никаких нет. На АЖ всегда последует. ФЖ еще заработает ладья. А если на слон бьет Е5, не брать слона, а сыграть слон Д2, то эта позиция, конечно, тоже восторга вызвать не может. Мне повезло. Сергей Юрьевич сыграл Д6. И после АЖ, АЖ, слон А6 у белых уже появились неплохие виды на атаку. По-прежнему конь бьет С3. Очень сильный ход. Но по-человечески понятно, что пойти на вот эту позицию очень непросто. А здесь ведь угрожает ладья АЖ8 и ферз АЖ6 мат. Бить на Ж7 нельзя. А то, что можно просто взять на Д5, допустим, и ферз Д2 связан, и поэтому не попадает на АЖ6, это обнаружить не так-то просто. Ну и последовал человеческий ход, слон бьет АЖ6. И после конь бьет С3, ферз Д2, слон бьет Ф1. У белых богатый выбор. Черные неизбежно остаются с лишней фигурой. Но тут я не угадал. Конечно, моему неугаду очень серьезно способствовало изучение партий старых мастеров. То есть, очень хотелось сыграть в их стиле, раз уж я отлично понимал, что ходом Е5 я допустил ошибку, и что АЖ4 это игра антипозиционная. Но после просмотра массы партий Адольфа Андерсона, конечно, хотелось добраться до короля. Правильным ходом здесь был ход король бьет Ф1. И дальше белые создали серьезнейшую угрозу. Ладья АЖ8 в шах, и на взятие ферзь АЖ6 в шах, конь Ж5 и мат на АЖ7. Если конь Е4, то скромно ферзь Ф4, и ферзь перестраивается на линию АЖ. Сильнейшим железо считает вот такую последовательность ходов. Черные пытаются перехватить инициативу, взять на Ф2, отразить угрозы, скажем, на ферзь АЖ4 размен ферзей. И хотя фигур становится поровну, пешечная структура черных явно более пригодна для Эншпиля. Но после хода Ладья АЖ1 от угрозы ферзь АЖ4 защитой найти... Ну, как бы сложно найти защиту. И опять же струкфиш показывает, что обязательным был ход конь Д2. Ну, такой ход найти вообще невероятно, на мой взгляд. И я очень жалею, что побил король бьет Ф1. Впрочем, Сергей Юрьевич был в отличной форме, и все тактические угрозы в дальнейшем здорово отражал до самого конца. Не удивлюсь, если бы нашел и в этой позиции удар конь Д2. С примерно равным Эншпилем. У черных тоже на Ц5 слабости. Центр немножечко разбит. То есть, может быть, у черных и поприятнее, но ненамного. Я не угадал, я взял БЦ. Мне казалось важным метнуть быстрее коня на Ж5, не тратить время на ходы королев. Ну, блиц есть блиц. Конь Ж5. К сожалению, не работает Ладья АЖ8, потому что черная... Ну, как минимум. Наверняка есть ходы и сильнее. Но как минимум ведут ферзя на Ж7, отражая все угрозы, оставаясь лишней Ладью и Слону. Поэтому надо как-то подкидывать дровишек. И в этой позиции черным надо было понять, что ни одной угрозы белые не создали. После конь Ж5 партия заканчивалась путем ферзь А6 с угрозой мата на Ф1. На ферзь Ф4, наверное, даже ДЕ можно побить, но можно и более убедительные продолжения поискать. Впрочем, ДЕ вполне достаточно. Черный король получает лазейку на поле Ф6. То есть, до него просто не добраться. Слон Ж2 контролирует важнейшее поле Е4. На ферзь бьет Е5, ферзь Ф6 будет. На ферзь А4 тоже ферзь Ф6, кстати, достаточно. А после ДЕ тоже, конечно, ход выигрывает. Но завязалась уже интересная борьба. По крайней мере, после конь Д7 и Ф5 от черных уже требуется серьезнейшая аккуратность. Понятно, что выигрывает не один ход. Но появились какие-то у белых угрозы. В частности, например, взять вот эту пешку нельзя, потому что после конь Е6 защиты от мата просто нету. Ход ладья А6 вполне разумный, черные. А ход ладья бьет Е6 сильнейший. Скажем, после ФЕ ладья бьет Ж6. Первоначально Сергей Юрьевич так и пытался сыграть. Белые неожиданно делают мячью. Надо бить ладьей на Е6. Иначе на король Е8 ферзь бьет Д7 мат. Надо бить на Ж6. И теперь очень точный ход ферзь H3. И по мнению компьютера, ничья здесь неизбежна. Люди не компьютеры. Но действительно, черный король подзастрял. И от черных требуется уже достаточно точная игра. Белые хотят сыграть король Д2, подключить ладью к матовой атаке. То есть, определенная аккуратность нужна уже со стороны черных. Ход ладья бьет Е6. Несомненно, сильнейший. 40 секунд Сергей Юрьевич на него потратил. И после ДЕ еще один сильный ход. Атака белых отбита. И только оптимизм позволил мне в этой партии спастись. Ну и даже выиграть. Конечно, ладья Д8 практически сразу заканчивала партию. Потом слон отходит на Е4. Висит на Ф5. Белые ничего, кроме одного шаха. Ну, в лучшем случае на Ж7 ладьей поставить не могут. И пешка С3 висит. Ее тоже надо держать. Но последовала ладья Ж8. С4 вполне нормальный ход. И снова здесь достаточно было отступить слоном на Е4. Теряется пешка Ф5. И черные потихонечку, не торопясь, должны реализовать. После слон Д5 шансы спастись у белых были. Надо было всего лишь разменяться и съесть на Е5. И скажем, здесь сыграть А4. Или даже длинная рокировка. Ну, видно, что две фигуры должны оказаться сильнее, чем ладья. Но слишком уж мало на доске пешек. Поэтому шансы белых спастись сохраняются. Я пошел ладья Д1. Черным достаточно было просто разменяться на Ж6. И все угрозы белых отражены. После Ф5. Ф5 тоже сохраняет за ними перевес. Но здесь я мог взять на Е5. И снова попытаться пешку А вперед начать двигать. Вместо этого я дал заманчивый шаг на Ж6. И от ферзь Е3 шаг защитился путем король Е2. Ну и здесь у нас оставалось у обоих меньше 5 секунд. И мне просто повезло, что Сергей Юрьевич рефлекторно решил согнать ферзя с Ж6. Конечно, ход кони Ф6 достаточно быстро заканчивает партию победой черных. А после слона Ф7. Вот такой мат. В общем, партия изобилует огромным количеством ошибок. Несмотря на контроль 3 плюс 1. Впечатление гроссмейстерской игры, наверное, не создается. Но мне очень понравилось напряжение, которое мне удавалось поддерживать. Несмотря на очевидную тяжесть моей позиции. И, в принципе, я потом прослушал. И мне очень понравилось, с каким добродушием Сергей Юрьевич комментировал эту партию. И, по его словам, он даже не расстроился. Несмотря на обидный зевок. В общем, всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, дизлайки. Сергей Юрьевич разрешил эту партию прокомментировать.